Всем привет! Российские футболисты в европейских топ-клубах это довольно редкое явление, особенно сейчас. Тем не менее, мы можем с гордостью говорить о том, что наши соотечественники играли в Реале, Челси, Арсенале, МЮ, ПСЖ, а также в каталонской Барселоне. Про единственного российского футболиста в главной команде синегранатовых многие не знают или же попросту забыли. На моем канале уже есть выпуски про Амира Натху и Романа Тугаринова, которые играли за юношеские команды Барса. А сейчас мне бы хотелось рассказать вам подробнее об одном сезоне Игоря Корнеева в составе Великой Барселоны. Как играл в каталонском клубе лучший игрок последнего чемпионата СССР, с какими звездами того времени ему приходилось конкурировать и из-за чего он покинул Испанию. Но перед началом ролика хочу вам напомнить, что партнером моего канала является самая надежная букмекерская компания MarathonBet. Ссылку на марафон вы можете найти в закрепленном комментарии. В 1991 году московский ЦСКА сделал золотой дубль и завоевал последние медали чемпионата и Кубка СССР. В яркой по именам красно-синий команде в полузащите выделялся 24-летний Игорь Корнеев, между прочим воспитанник московского Спартака. Газета Спортэкспресс выбрала Игоря лучшим игроком сезона, а у самого футболиста, как и у многих его отечественных коллег, появился реальный шанс перейти в европейский чемпионат. На горизонте виднелись предложения из Англии и Италии, но Корнеев выбрал испанский чемпионат и поехал в составе русского десанта помогать Эспаньолу бороться за место в элите. Игорь вместе со своими друзьями Дмитрием Галяминым, Андреем Мохом и Дмитрием Кузнецовым два года боролись за то, чтобы попугаи остались в примере. И если поначалу удавалось миновать подвал турнирной таблицы, то во втором сезоне Эспаньол все-таки отправился в секунду. Корнеев за это время стал игроком стартового состава «Белосиник». Периодически забивал важные мячи, например, на его счету гол ворота Реал Мадрида, а также дубль в дерби против Барселоны, еще и в логове врага на Камп Ноу. Именно начиная с того матча, боссы Синегранатовых пристально следили за выступлением лидера своих соседей. В 1994 году главный тренер Эспаньола Хосе Антонио Камачо решил отказаться от русской диаспоры, а клуб взял курс на омоложение состава. Все трансферное окно, боссы Испаньола пытались найти варианты для продажи Корнеева, но безуспешно. В итоге в самый последний день игрок расторг контракт с клубом. Именно тогда судьба приготовила для Игоря неожиданный сюрприз. Зайдя поужинать в ресторан в центре Барселоны, российский футболист случайно встретился с ассистентом Йохана Кройфа Тони Брюинсом. В ходе разговора Корнеев скользь упомянул, что ищет новую команду. Брюинс выслушал Игоря и отлучился сделать один звонок. Как вы понимаете, уже через несколько дней было объявлено, что Барселона подписывает контракт с Корнеевым на один год. Казалось бы, еще вчера россиянин вылетал с Испаньолом в Сигунду, а сейчас является частью главной команды Каталонии, которая до его приезда четыре раза подряд завоевывала золотые медали чемпионата Испании. Естественно, как и подобает Гранду, в Барсе были собраны одни из лучших футболистов мира. Рональд Куман, Пеп Гвардиола, Ромарио, Георгий Хаджи и Христо Стоечков. К тому же великий тренер Йохан Кройф перевел в основной состав своего сына Йорди Кройфа, который, мягко говоря, не дотягивал до уровня футболиста топ-клуба. На таком звездном фоне Корнеев не затерялся, ведь не случайно скауты Барселоны наблюдали за Игорем несколько лет. Но первую половину сезона 94-95 российский крайний нападающий провел во второй команде. Проблема была далеко не в игровых качествах Корнеева, который за полгода в Барселоне Б сыграл 14 матчей и забил 4 мяча. Дело в том, что в Испании на тот момент действовал лимит на легионеров, который позволял только трем иностранцам выходить в стартовом составе, и еще один мог оказаться на скамейке запасных. По идее, Корнеев должен был стать заменой для Ромарио, который еще летом собирался покинуть Барсу. Но переход бразильца во Фламенго состоялся только зимой. Начиная с января Корнеев был переведен в главную команду. Для Барселоны сезон складывался неудачно. После прошлых триумфов, синие гранатовые уже были не способны держать победную планку. Начались болезненные поражения от конкурентов в Ла Лиге. 0-1 с Севильей и 0-5 с принципиальным соперником, Мадридским Реалом. Вдобавок, в групповом этапе Лиги Чемпионов, Барса проиграла шведскому Гетеборгу и турецкому Галатасараю. Но, несмотря на это, все же прошла в плей-офф со второго места. Дебют Корнеева состоялся в игре с 17-го тура против Лагранеса. Причем Кроев решил использовать российского игрока в качестве центрального форварда, вместо дисквалифицированного Стоечкова. Игорь сразу же показал свой запредельный настрой. Создал несколько моментов у ворот соперника, а на 30-й минуте сделал голевую передачу на капитана команды Хосе Мари Бакеро. Далее игра Барселоны в атаке снова проходила через Корнеева. В начале второго тайма, после подачи Игоря с его любимого правого фланга в штрафную площадь, расторопнее всех сыграл Абелардо, который отправил мяч в сетку ворот соперника. Барса выиграла 3-0, а седьмой номер команды оставил приятные впечатления перед местной публикой. Следующие две игры получились для русского вингера не такими удачными. Проведя полную игру против Альбасета, Корнеев с партнерами не смогли переиграть более скромную команду, а в игре с Атлетиком из Бильбао Игорь вышел на последние 15 минут и практически ничем не запомнился. Чего не скажешь про игру 20-го тура против Хиконского спортинга. Барселона снова берет 3 очка. Корнеев также остается на поле до финального свистка. При этом он не уступает в активных действиях своим более именитым партнерам. Сначала он выдал отличную диагональ на Стоечкова, который с легкостью переиграл голкипера, но арбитр зафиксировал положение вне игры. На повторе четко видно, что судейская бригада забрала у Барса чистый гол. Чуть позже уже сам Корнеев имел хороший шанс забить свой первый мяч в синей гранатовой майке, но не хватило немного точности. А далее была игра против Рассинга, которая стала настоящим ужасом для каталонских фанатов. Поражение 5-0. Футболисты из Сантандера в тот вечер издевались над звездным составом Барселоны. Причем два последних мяча записал на свой счет Дмитрий Радченко, а помимо него на поле было еще два россиянина. Его одноклубник Дмитрий Попов и герой нашего выпуска. После такого провала команду Кройфа ожидало еще одно испытание – каталонское дерби. Как вы понимаете, для Корнеева эта игра была сверх принципиальной. Хозяева Кампноу понимали, что им необходимо реабилитироваться здесь и сейчас, поэтому отправили в ворота своих соседей три безответных мяча. К сожалению, Игорю в этой игре не удалось себя проявить. И вот настала пора четвертьфинальных игр в Лиге Чемпионов. Барса попала на французский ПСЖ, а Корнеев, пропустивший осенний групповой этап, вышел в основном составе на первую игру. Именно этот матч считается самым ярким эпизодом Игоря Корнеева в стане Барселоны. Российский краек снова был активен на правом фланге, постоянно подключался к атаке, отрабатывал в обороне и пытался создать для команды голевой момент. Первый тайм прошел для синегранатовых довольно скомканно. ПСЖ явно имел преимущество, но все самое интересное ждало болельщиков во второй половине игры. На 48-й минуте Христос Тойчков и Корнеев разыграли отличную комбинацию в центре поля. Россиянин вошел без сопротивления в штрафную площадь и прострелил вдоль вратарьской линии, но ошибка голкипера Парижан помогла мячу оказаться в воротах. Гол официально записан на Корнеева, хотя во многих источниках он указан как автогол. С этим согласен и сам Игорь. ПСЖ усилиями Джорджа Виа отыгралась уже спустя 10 минут, но Барселона во втором тайме была явно лучше и имела несколько хороших моментов. Так, например, Стоечков и Корнеев разыграли еще одну комбинацию, похожую на голевую, но французским защитникам на этот раз удалось остановить русскую семерку без нарушения правил. Ближе к окончанию матча Корнеев снова мог записать свою фамилию на табло, но вратарь отразил точный удар в дальний угол. До конца игры счет не изменился, а нашего легионера многие эксперты признали одним из лучших в составе Барселоны. В ответной встрече ПСЖ был сильнее, а испанцы остались за бортом Лиги Чемпионов. После этого матча Корнеев сыграл за Барселону еще 6 игр, 3 из которых начал в основном составе. Несмотря на то, что полезными действиями Игорь не отметился, он все же был полезен команде и выделялся на поле своими атакующими действиями и огромным желанием. Тут стоит подробнее рассказать, за счет каких качеств российский футболист не затерялся среди россыпи звезд в главном клубе Каталонии. В первую очередь он при любой возможности старался развивать атаки своей команды. Постоянно Корнеев был нацелен на ворота и решался на удар практически с любой позиции вблизи штрафной площади. Также его техника, скорость, видение поля и точность передач позволяли играть в стиле Барселоны. Собственно, из-за этого его и позвали в команду. Это был вингер, способный создать момент как за счет индивидуальных действий, так и с помощью взаимопонимания с партнерами. Единственной проблемой игрока была низкая результативность. При условии лимита Корнеев должен был быть наголову выше конкурентов, но ему не удавалось стать лидером команды с точки зрения результата, хотя общей картины он и не портил. В концовке чемпионата Корнеев перестал попадать в заявку на матч. Это стало поводом задуматься о дальнейшем нахождении игрока в команде. Началось трансферное окно. Боссы Барсы хотели оставить Игоря и предложили ему контракт по системе 1-1-1, что давало клубу возможность после каждого сезона расторгнуть соглашение или же отдать игрока в аренду без его согласия. Корнеева это, конечно же, не устраивало, и он надеялся заключить двухлетний контракт. Но стороны не договорились. Так начался новый этап карьеры для российского футболиста в Нидерландах. Единственный на данный момент россиянин в составе главной команды Барселоны провел 13 матчей и забил один мяч. Также в том сезоне 94-95 Корнеев поучаствовал в товарищеской игре в составе сборной Европы против сборной Америки. За сборную Европы также сыграл и другой наш соотечественник Сергей Киряков. А вообще в том матче приняли участие такие звезды, как Рональд Куман, Христо Стоечков, Берн Шустер, Дан Петреску, Ромарио, Карлс Вальдерама, Уго Санчес и многие другие. Также интересным фактом является то, что на колоннах, которые находятся внутри стадиона Camp Nou, где высечены все имена и фамилии игроков, выступавших за Барселону, Игорь Корнеев находится в компании со звездными игроками. Позже в жизни Корнеева было выступление в Голландии, победа в Кубке UEFA, бронза на Евро 2008 в качестве помощника Гуса Хидинка, работа в Фейнорде, Зените, Локомотиве, Пражской Спарте, а сейчас он является советником президента во французском Монако. В гранде испанского футбола в Барселоне Игорь Корнеев провел всего лишь один год. Это был провальный сезон для команды, но попасть в такой клуб и выходить на поле в звездном составе синегранатовых, для российского футболиста это действительно огромное достижение, которое для большинства наших лучших игроков было всего лишь мечтой. Об Игоре Корнееве, на мой взгляд, в последнее время незаслуженно забыли. Да, он не стал звездой мирового масштаба, не раскрыл свой потенциал, а ведь он реально мог добиться гораздо большего. Но в истории российского футбола Игорь Корнеев является знаковой личностью. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и любите наш футбол. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok